Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал свою озабоченность по поводу чрезвычайной закредитованности населения. Это не есть хорошо, сказал министр. Мы загнали людей в долговую яму, что с одной стороны привело к искусственному увеличению числа бедных, с другой. Оно обязательно негативно скажется на развитие экономики страны в целом. Уже через 2-3 года почувствуем, и в принципе человек прав. Вот не думал, что соглашусь когда-нибудь с чиновником из правительства, но это так, хотя спросить все равно хочется. А где вы раньше были, господин Орешкин? Неужели только я и Потапенко еще года 3-4 назад понимали, что мыльный пузырь под названием потребительское кредитование однажды может лопнуть и тогда случится? Тушите свет, подробности дальше. Начинаем! Хотя где Орешкин был раньше, я, пожалуй, догадываюсь и сейчас попробую поделиться с вами соображениями. А просто в какой-то момент возникла необходимость посадить подавляющее большинство россиян на поводок. Речь в первую очередь идет о населении крупных городов страны, но сперва предлагаю вернуться в начало десятых. Помните, что тогда случилось? Болотное. Впервые с момента становления Владимира Путина и его команды у руля доверие к власти пошатнулось и не просто пошатнулось. Страну тряхнуло, причем конкретно в Москве запахло чем-то вроде 91-го года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, кстати, было и ударом для обитателей Кремля. Ребята не ожидали такого сопротивления от улицы. Многочисленные митинги продолжались несколько месяцев, пришлось договариваться. И вот дабы подобного не случилось снова, народу решили кинуть косточку и предложили иллюзию нормальной жизни. Возьми кредит, сказали банкиры. Почему иллюзию? А потому что жизнь в кредит это и есть иллюзия. Но есть еще такая штука, как психология. Возьми этот кредит. Ты хотел купить классную тачку, но тебе еще несколько лет на нее придется копить. Не жди. Мы дадим тебе денег, осуществи свою мечту уже сегодня. Это ведь только небольшого ума людишки. Очень любят нести ахинею из разряда, чего вы жалуетесь. Мол, плохо живем, посмотрите в окно. Там столько дорогих иномарок стоит на парковке. Проблема в том, что на каждой второй такой иномарке можно писать автомобиль кредитный, владельцу за него платить еще лет сто. Решили обратиться в Совкомбанк, чтобы взять кредит и сделать ремонт. Оформила документы и в течение суток, скажем так. Ну а дальше пошло-поехало. Возьми кредит на теплый пол или там на шубу. Не жди отпуска, отвези любимую на море сейчас. Причем по всем каналам, ведь эту хрень крутили и народ повелся. Особенно в случаях с молодыми ребятами оно выстрелило, которые еще не научились планировать свои будущие расходы. А тут предложение от банка такое заманчивое. Висит у тебя на странице ВКонтакте, да мы сами привезем тебе эту карту, только скажи куда. Впрочем, так же быстро люди поняли, что совершили ошибку. 10 дней отпуска пролетели мгновенно, а вот 100 тысяч кредитных рублей, которые человек там потратил, превратились уже в 150, и их придется платить из своего кармана. А потом оказалось, сколько бы ты ни платил, у тебя не получается окончательно закрыть вопрос с этими банкирами, и ты идешь брать новый кредит. Теперь для погашения старого итог. Пол страны в долгах, как в шелках, просрочка по выплате вгоняет должника в еще большие долги. Коллекторы лютуют, житья от них нет, а тут еще на работе сказали, что повышение зарплаты не предвидится. Кризис какой-то в окно опять постучался, все. Ты на крючке и ты зубами готов держаться даже за копеечную работу, потому что это единственный источник твоих доходов. А самое страшное, повторюсь, ты кругом должен. И вот теперь делай с тобой все, что хочешь. Заставляй на митинги в поддержку Единой России ходить, вбросами на выборах заниматься. Запугивай, мол, подпишешься или проголосуешь за кандидата от оппозиции, уволим. Короче, ты теперь бесправный раб с вот таким долгом и тупо вынужден сидеть на цепи одного бендера. Оттуда не учли ты действительно однажды. Должно шарахнуть по экономике страны, думаю, ждать осталось недолго. Если, конечно, правительство не предпримет каких-то адекватных шагов, например, не начнет по-настоящему бороться с коррупцией. Ах да, тут же, наверное, нужно объяснить, почему шарахнуть-то может по экономике. Да потому что все это долги, это всего лишь цифры в компьютере, в действительности. Они ничем не обеспечены, ни валютой, ни золотом, ни каким-то имуществом, ничем. Это реальная журналистика, большая игра, тема сегодняшнего выпуска. И мы с вами в этой игре пока проигрываем. Поехали! А украинцы снова щелкнули по носу нашим элитам. Там парламент в минувшие выходные выбирали. И надо же, опять победил Зеленский, вернее, его партия, кум Владимира Путина, Медведчук, со своей типа оппозиционной платформой, кое-как на второе место в этой гонке вскарабкался. Ну как на второе, там 30% отрыв. Вот, блин, они знают, разве эти украинцы, что Соловьев нам давным-давно рассказал, Зеленскому просто повезло весной на ближайших выборах. И весь мир в этом убедится. Слушайте, опять что ли повезло? Или Соловьев врет? Хотя по носу-то щелкнули нашим элитам, и не поэтому. Просто Украина в очередной раз показала старшему брату, что бывает, когда проводятся свободные выборы. Почему-то и вчерашнее неоспоримое большинство в парламенте. Большинством вообще ни разу не оказывается. Даже 10% ребята из бывшей партии власти, Порошенковские, не набрали в хвосте плетутся, и тонны денег и звонений не помогли. И непрерывная болтомня продажных лжецов из ящика. Людям просто дали выбор, они его сделали. Я распускаю Верховную Раду 8-го скликанья. Я вас всех вітаю. Дуже классный, потужный, символичный результат. 73 было б краще. А что у нас? А у нас, похоже, опять вся народная любовь достанется партии. Реальных дел и спойлером. Деревянные солдаты Урфина Джуса, вроде Киселевых Скобеевых, в сентябре начнут из штанов выпрыгивать в рать. Как же это было прогнозируемо, потому что очевидно, что только партия президента в нашей стране способна. И дело это вряд ли, правда. Солдаты вспомнят о той гуманитарной помощи для жителей Тулуна, на которую обманным путем свои этикетки лепили. Не расскажут лжецы о том, как в независимых кандидатов с выборов по беспределу снимали, хотя это, по-моему, беспрецедентный случай. Не существует тех людей, которые за вас подписывались, даже когда люди сами приходили в избирком. Вот он я, вот мой паспорт. Я существую, я подписывался за этого кандидата. Плевать! У нас есть эксперт-графолог, и ему лучше знать, подписывался ты или нет. Но у нас, в принципе, когда речь об оппозиции заходит, она тут же существовать перестает, оппозиция. В смысле, вот, например, митинг в Москве 20 июля, согласованный, кстати, митинг. Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Но когда голосовать, нет. Мы все никто. И раньше они игрались с какими-то единицами. Нет, ребята, этого митинга тоже не было. То, что вы сейчас видели, ну, фрагмент. Понятно, что я вам не все показал. Вам просто приснилось. Показалось! 20 тысяч москвичей, которые туда пришли, фантомы. Хотя нет, не все фантомы. Там еще украбандеровцы были. Точно. Думаете, почему партия Порошенко так мало голосов взяла на выборах в Украинскую Раду? Да потому что подавляющее большинство членов и сторонников партии в Москве в день голосования российскую оппозицию из себя изображали. Ну, все же, по-моему, понятно. Кругом враги. Враги уже 20 лет. Пытаются дискредитировать наших благодеятелей. Нашу в смысле больницы и школы закрывают. Заводы гробят. Лес китайцам продают за бесценок. Иркутскую область вон. Затопили, да даже то, с чего начали, да, в долговую яму россиян через кредиты загнали. Кто? Известно кто. Хахлы да пиндосы. Ой, и не надоело россиянам эти бредни слушать. Ха, ладно, все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Думайте их, делайте выводы. Ссылка на YouTube-страничку сверху в соцсетях. Тоже жду. Подписывайтесь. Помогайте распространять это видео. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться пока. Пока.